В начале осени в Абхазии наблюдалось серьезное повышение цен на определенные виды продовольственных товаров. Тогда более чем на 100% выросла стоимость простых овощей, таких как морковь, свекла, бурак и картошка. Сейчас, спустя три месяца, овощи снова упали в цене. Однако другие виды продуктов теперь стоят намного дороже. Несколько дней назад Кабмин Абхазии установил предельные розничные цены на хлеб. Теперь обычный кирпич стоит не 25, а 28 рублей, что стало неприятной новостью для простых жителей. Хлеб необходимо покупать и покупаем. Как говорится, копейка к копейке. 22 ноября Госстат опубликовал новые цифры прожиточного минимума в Абхазии. Теперь он составляет 8202 рубля. Но если пройтись по магазинам, сразу становится ясно, что прокормиться на эту сумму месяц не получится, даже если питаться очень скудно. Практически на все продукты подняли, не только продукты, но все кругом. На любой товар, на какой не покажешь, вот возле магазина мы находимся, на все поднялась цена. Никто не спрашивает, откуда взять деньги, чтобы жить. У нас только поднимаются цены и никогда не спускаются. В надежде, что вот сейчас что-то поменяется, спустится. Никогда. Если поднимаются, только никогда не спускают. Масло уже как год поднялся. Подсолнечное масло у нас, например, самое дешевое – 150 рублей в магазине. А 110 рублей в кормилице, которое самое дешевое считается. Ну, думаю, что очень дорого. Тогда было 70 рублей, насколько я помню. Сейчас и хлеб подорожал – 28. Не знаю, у нас только все поднимается. По словам администратора популярного у жителей столицы и не только магазина-кормилица, цены у них на прилавки зависят от стоимости закупочных цен, которые меняются почти ежедневно. Иногда это происходит в сторону снижения. Но сейчас товары, очевидно, растут в цене. Сейчас растет цена на все. На яйцо, допустим, несколько дней назад у нас цена была 75, сейчас она уже 85. Поэтому крупы, потом подсолнечные масла – цена поднялась в разы. Мука – обещали, что еще поднимут. Например, макаронные изделия тоже подняли. Конфеты – подняли на очень большой процент, поэтому они стоят очень дорого сейчас. Но я думаю, что цены еще поднимутся и будут подниматься. Падает и покупательная способность граждан. Если раньше поток клиентов в этом магазине всегда был большой, то теперь он наблюдается лишь в определенные числа. Люди стали чаще отказываться от деликатесов и дорогих сладостей. А в основном берут крупы, масла и другие базовые продукты. Когда люди получают зарплату и пенсию, они приходят, закупаются. Некоторые закупаются на месяц, приходят, берут так, чтобы им хватило до следующей зарплаты и пенсии. То есть если сравнивать с предыдущими годами, это заметно. Кто-то уже привык закупаться большими партиями. Считает, что так удобнее. Потеряешь меньше времени и меньше потратишь на транспортные расходы. Но с каждым днем такой масштабный поход за покупками стал обходиться покупателям все дороже и дороже. На все и на масло, и на крупы, и на хлеб подорожали. Вот раньше, если такое количество продуктов можно было на 2,5, сейчас вот на 4 с лишним выходит. Это в разы подорожало, я бы сказала. Двое детей, семья, когда у тебя тяжелее. Естественно, первыми, что у покупателей стало меньше средств, заметили владельцы торговых точек. Так некоторые небольшие магазины перестали закупать популярные продукты, стоимость которых выросла и заменили их на прилавках более дешевыми, с тем, чтобы люди могли позволить себе их приобрести. Не везде теперь продается растительное масло высшего сорта, определенные конфеты, соусы и многое другое.